Каждая из сверток 3х3 добавляет по одному пикселю. Если на первом уровне у нас Receptive Field будет вот такой, 3х3, мы добавляем еще одну свертку. У нас получается Receptive Field уже на один пиксель больше. 5х5. И теперь добавляем еще одну свертку. И тогда вот тот результат, который учитывается вот в этом значении, он учитывает уже из третьей свертки область 3х3. Соответственно, добавляет еще один пиксель. Итак, Receptive Field в этом случае будет 7х7. Теперь давайте посчитаем количество параметров, которые у нас используются в свертке 5х5 и в двух последовательных свертках 3х3. В случае свертки 5х5 у нас 25 плюс 1 параметр, потому что еще есть bias, то есть смещение. В случае двух сверток 3х3 у нас 3х3 плюс 3х3 плюс 2. Соответственно, это у нас получается 20. У нас получается, что для двух последовательных сверток 3х3 требуется меньше параметров, чем для одной свертки 5х5, при том, что Receptive Field получается таким же. Теперь же рассмотрим свертку 7х7. В свертке 7х7 49 плюс 1 параметров. Сколько параметров будет у трех последовательных сверток 3х3? Субтитры создавал DimaTorzok